Добрый вечер! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. Выпуск начнем с краткого обзора основных тем. Детская школа искусств 55. Праздничные торжества открылись художественным вернисажем. Это дополнительный экзамен для детей. А в этом году экзамен еще серьезнее, потому что подарок городу. В Заречном отметят День лося. Виновник торжества приглашен в студию прямого эфира. Мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить природу. А лось – это вершина природы в нашем городе. Школа, а не показ мод. В Зареченские учебные заведения собираются вернуть единую школьную форму. А что, каждый раз один сколько попал, все оляпистые. То красный, то зеленый. А это же одно, один цвет. Ну а начнем с происшествий. Жуткая авария на дороге в Пензу. Сегодня на нейтральной улице произошло тройное ДТП. Отечественная легковушка на полном ходу врезалась в стоящую на дороге грузовую «Газель». Прибыв на место, на ней было установлено, что водитель с 1977 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21014, совершила наезд на транспортное средство автомашину «Газель». Девушка в настоящем времени госпитализирована. Удар был такой силы, что грузовичок отбросило настоявший перед ним 408-й «Пежо». Отечественная легковушка со стороны водителя сложилась в гармошку. Казалось, что выжить в такой аварии шансов нет. Однако женщина, управлявшая «Ладой», по данным госавтоинспекции, отделалась ушибами. Как она позже пояснила полицейским, увидев впереди стоящую «Газель», она пыталась остановить машину, но тормоза отказали. Чтобы не вылететь навстречку, женщина свернула на обочину и зацепила «Газель». В настоящее время сотрудники ГИБДД проверяют все обстоятельства аварии. А про девушку говорят, что она родилась в рубашке. И в продолжении тема дорожного движения. После длительного перерыва вновь работают светофоры на перекрестке проспекта 30-летия Победы и улицы Комсомольской. Теперь с 6 утра до 9 вечера, проезжая здесь, водители должны руководствоваться сигналами светофора. В ночное время, как и на других участках проезжей части города, где установлены электронные регулировщики, устройство отключают. Первое время работы светофора на перекрестке дежурил сотрудник инспекции по безопасности дорожного движения. Многие водители по привычке пытались проехать здесь, руководствуясь знаками приоритета. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что теперь требования знаков следует учитывать только в тот период, когда светофор не работает. Проезд под запрещающий сигнал светофора водитель будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КОАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. Ну и теперь к другим городским темам. На очередной сессии собрания представителей Заречного решали судьбу гимна города. На суд народных избранников представили три варианта, правда, два из них независимая комиссия из Пензы сочла неподходящими для гимна. Тем не менее, депутаты решили прослушать все композиции в едином исполнении на следующей сессии. Тогда и примут решение о новом гимне Заречного. На следующее собрание перенесли и решение вопроса о дополнительных мерах социальной поддержки доноров. Обсудили еще городской бюджет на 2013 год и предстоящую летнюю оздоровительную кампанию. Также путем тайного голосования депутаты выбрали заместителя председателя собрания представителей Заречного. Единогласным им стал Олег Климанов. Результаты тайного голосования по выбору заместителя председателя собрания представителей города Заречного. Климанов Олег Владимирович, 20, против кандидата 0. Решили по результатам тайного голосования по выбору заместителя председателя собрания представителей города Заречного. Считать избранным на должность заместителя председателя собрания представителей города Заречного. Пельмской области Климанова Олег Владимирович. Постараюсь ваше доверие оправдать и обязанности заместителя главы. И исполнять так, как я исполняю любую поручную мне работу. В свою очередь Александр Теслов сложил свои полномочия временно исполняющего обязанности председателя собрания представителей Заречного. Эти обязанности временно также будут возложены на Олега Климанова. Продолжаем выпуск. Сегодня по улицам вновь разгуливает лось. Вот уже третий день неофициальный символ Заречного раздает пригласительные билеты на свой праздник. Где и когда состоится День лося, знает Ксения Тризна. Обитатели здешних лесов лоси давно стали полноправными жителями нашего города. Люди и животные живут бок о бок в тесном соседстве. Многие даже не представляют Заречный без лосей. Сахатый стал неофициальным символом города. 7 апреля лоси выйдут из леса, чтобы вместе с людьми отметить свой праздник. Именно здесь, на лесном пруду, в воскресенье пройдет празднование Дня лося. Как минимум один сахатый будет точно, уверяют организаторы. Он числится за управлением природными ресурсами Заречного. Сотрудники этой организации чаще других имеют дело с лосями. Именно им принадлежит идея праздника. Зародилась идея спонтанно, как это обычно бывает. Но жителям Заречного все понравилось. Первый праздник понравился. В этом году решили продолжить. Вести это как в традицию. В программе игры, викторины и конкурсы с призами. В городе приглашение на праздник раздавал вот такой лось. Впрочем, прийти можно и так. Рады будут всем гостям. В воскресенье на лесном пруду будут День лося отмечать. Пойдете? Конечно. Почему? Ну, как же лоси, друзья человечества, друзья города. Конечно, пойдем в разную. Как же без них жить-то? Вкусно будет. Если будут останутся одни люди. Мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить природу. А лось – это вершина природы в нашем городе. Интересный праздник. А животных и внука с собой возьмут. Ну, это как бы символ Заречного. У них уже тут пристанище. Их никуда не денешь отсюда. Они уже здесь коренные жители. В воскресенье, 7 апреля, 11 часов, плотина лесного пруда. Лось ждет гостей. Ксения Тризна, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Ну, а сегодня виновник торжества приглашен в гости к нам в студию прямого эфира. Лесной обитатель лично позовет всех телезрителей на свой праздник. Символ Заречного уже прибыл к нам в телерадиокомпанию. Беседа с лосем состоится после окончания информационного блока нашей программы. Не переключайтесь. Ну, а мы продолжаем выпуск. Президент России предложил вернуть в школы форму. Об этом федеральным средством массовой информации сообщили в пресс-службе Кремля. По мнению Владимира Путина, важно восстанавливать лучшие школьные традиции, включая воспитательную роль школы. Как относятся к инициативе главы государства зареченские школьники и их родители, а также учителя, выяснила Светлана Демина. Ввести школьную форму в Заречном пытались не один раз, но пока это удалось лишь в одной школе. В бывшей 224-й несколько лет назад эксперимент прошел вполне успешно. Школьная форма состояла на тот момент комплект девочек. Это сарафан синего цвета с юбкой в складочку. Соответствующие ткани родители могли по желанию приобрести пиджак или брюки. А для мальчиков это был классический костюм делового стиля, но по возможности тоже темно-синего цвета. Правда, после реорганизации школы обязательной формы осталось только в кадетских классах. У нас форма как бы и стоит дороже, и она вот дисциплинирует больше, чем у всех других классов. Никогда не хотелось ее поменять на какую-то другую одежду? Нет. Почему? Потому что мне нравится выделяться среди всех классов. Для остальных школьников другие требования к внешнему виду. Одежда должна быть в едином деловом стиле. Ученики особо и не протестуют. Мне нравится ходить в школьной форме, потому что удобно, хватает на целый год, и не стыдно как-то выделяться среди всей школы. Она настраивает на учебный лад и не отвлекаешься на уроках. Когда смотришь на остальных. Учащиеся младших классов охотнее придерживаются правил, а школьники повзрослее позволяют себе отступать от общепринятых норм. В старших классах деловой стиль встречается все реже. Хотя и там согласны носить форму, если она не будет скучной. Пиджаки более такие из удобной ткани и юбки, чтобы она была намного удобнее, современнее и стильнее. У учителей и родителей школьников требований к форме в разы меньше. Главное, говорят и те, и другие, чтобы она была. А что, каждый раз в один сколько попал, все оляпистые, то красное, то зеленое, это же одно, один цвет. Я как учитель выступаю за введение обязательной школьной формы, потому что в этом есть больше только плюсов. Во-первых, школьная форма, я считаю, что дисциплинирует. Во-вторых, школьную форму родители могут купить один комплект на весь учебный год. Отсутствие состязания в одежде. У учащихся нет проблемы утром, в чем пойти в школу. И у него создается определенный настрой, позитивный, спокойный. Что одеть и в чем пойти. В городском департаменте образования вопрос со школьной формы решен положительно. Сейчас определяют, вводить ли общегородской стандарт или для каждой школы отдельно. Мы на сегодняшний момент имеем два решения по этому вопросу. Либо школа принимает на собрании, родительском собрании сначала внутри класса, а потом на общем родительском собрании и управляющим советом закрепляет это решение, выбирает школьную форму для школы определенного образца, либо мы, что более вероятно и более реально, принимаем это решение в рамках города. То есть определяем школьную форму, тип школьной формы для всех общеобразовательных учреждений города. Когда в городских школах будет введена форма, пока неизвестно. Зато ясно, что и родители, и сами школьники к этому уже готовы. Светлана Демина, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Сегодня детская школа искусств Заречного отмечает 55-летний юбилей. Музыкальная школа появилась на несколько месяцев раньше самого города. За пять с половиной десятков лет она превратилась в многопрофильное учреждение, из стен которого вышли десятки талантливых выпускников. На юбилейных торжествах в ДШИ сейчас находится наш корреспондент Ксения Тризна. Ксения, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Юбилейный концерт в детской школе искусств в самом разгаре. Зал полон. Воспитанники подготовили насыщенную концертную программу. Ведь за эти годы школа разросла, сейчас в ней целых 10 отделений. И ученики каждого из них внесли свой вклад в праздничный концерт. Одним из главных событий станет выступление недавно созданного Духового оркестра. Это первые шаги, первое в жизни выступление Детского Духового оркестра. Для них это очень ответственно, потому что они создались у нас буквально с сентября месяц, оркестр только занимается. И поэтому мы их поддерживаем всячески. Готовиться к концерту ученики детской школы искусств начали за полгода. И теперь они готовы продемонстрировать свое мастерство публике. Конечно, есть небольшие волнения перед концертом, потому что он очень такой ответственный концерт. Но стараюсь как бы их сдерживать и думаю, что все выйдет нормально. Спасибо, Ксения. Ну а открылись юбилейные торжества в детской школе искусств еще накануне. На праздничном вернисаже свои работы представили учащиеся художественно-изобразительного отделения. Молодые таланты и их наставники построили в Заречном новую улицу – улицу детства. Где именно она располагается, знает Алина Филиппова. Вот она, новая улица, улица детства. И пусть она не такая протяженная, как Ленина, Зеленая или Комсомольская, зато уж точно самая яркая и многолюдная. Сказочные дворцы, леса, русалочи лагуны – все это возведено, а точнее нарисовано юными живописцами, учениками художественно-изобразительного отделения детской школы искусств. В их числе и Никита Трофимов. Рисованием он увлекается более десяти лет. Может похвастаться каллиграфическим почерком и целой стопкой дипломов. Здесь у Никиты около десятка картин. Правда, нашел их не сразу. Одна из них – «Крещенская ночь». Делал я ее приблизительно около месяца. Идея разделалась как раз, когда было перед крещением. Ну, помнил просто, как это все проходило. Цвета как бы все подбирали. В погоде, как вот все нравилось. Там вот воду там Марбарису не помогала. Она там вот хорошо ее рисует еще. Ну, а все остальное сам. Постарались на славу и остальные. Рисунки выполнены в различных изобразительных техниках. Есть и батика, акварель, и калаш, и даже имитация гобелена. Ее автор – Юлия Кузнецова. А какой был первый рисунок? Когда мы пришли к Тамару Борисовну, мы рисовали птицу вымышленную. Я ее до сих пор помню. И какая была твоя птица? У меня очень смешная получилась. У меня было две головы. Ребенок-художник – это и хлопотно, и радостно, говорит мама девочки – Наталья Кузнецова. У нее в семье таких трое. Вместе с Юлией рисовать учатся и два ее брата. Разрисованные обои были. И не только обои. А что еще? Ну, мы и полы рисовали, и ботинки красили зубной пастой. Все было. Моя поддержка кончилась, наверное, лет пять назад, когда они стали рисовать уже лучше меня, больше меня знать, так как у них опыта больше. Улица детства разместилась на двух этажах школы искусств. На вернисаж попали только лучшие работы воспитанников отделения. Для них это своего рода экзамен, потому что на нашу отчетную выставку попадают всегда самые лучшие работы. Раньше эта выставка всегда проходила к 8 марта, к маминому дню. И эти работы должны были смотреть мамы. Это дополнительный экзамен для детей. А в этом году экзамен еще серьезнее, потому что подарок городу. Выставка юных художников в детской школе искусств проработает вплоть до юбилея города. Алина Филиппова, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Победители городского смотра конкурса «Есть такая профессия – родину защищать» ученики 221-й школы вернулись из города Балтийска Калининградской области. Эта поездка стала главным призом состязаний. Команда из пяти человек, трех юношей и двух девушек, проехала по местам боевой славы. Ребята посетили земляков, которые служат на ракетных кораблях «Заречный» и Михаил Васильевич Проценко. Увидели достопримечательности Калининграда. Своими впечатлениями от поездки старшеклассники поделились с нашей съемочной группой. Калининград встретил зареченцев прохладно. Балтийский климат славится своим непостоянством. Как люди выдерживают, там вот этот вот ветер, он, пока мы были на корабле, он постоянно там дул, и мы все замерзли, а морякам они что-то стояли и разговаривали с нами, как обычно. Привыкли. Они уже адаптировались к этой ситуации. Не в пример погоде калининградцы оказали теплый прием. Во время экскурсии воображение гостей поразила и архитектура. Очень величественное, красивое здание и простор, то есть там такие большие улицы, там очень много зелени на самом деле. Ну и приветливые, конечно же, люди. В Балтийске ребята побывали на двух подшифных кораблях. На ракетоносцах военно-морского флота «Заречный» и Михаил Васильевич Проценко несут службу наши земляки. Помимо вооружения кораблей, школьникам было интересно, в каких условиях несут службу моряки. Маленькие проходы, неудобно там лазить по ним. Я вот не знаю, как, когда в критический момент люди так быстро перемещаются по кораблю. На корабле, конечно, суровые условия у них, но я думаю, это стоит, а вот служба на корабле. За время поездки, рассказывают школьники, они успели завязать интересные знакомства. А по возвращении многие пополнили свои странички в социальных сетях новыми контактами и фотографиями с Балтики. Галина Захарова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Фермерское хозяйство по проекту зареченской студентки может производить сразу и рыбу, и овощи. Девушка изучает коммерцию в Зареченском технологическом институте. Смелая бизнес-идея получила одобрение и в городе, и в области. А вскоре, возможно, имя юной зареченки прозвучит и на федеральном уровне, рассказывает Ксения Тризна. Студентке Зареченского технологического института Маргарите Мосиной 17, но у нее уже есть свой бизнес-проект. Девушка придумала, как наладить фермерское хозяйство, используя технологию аквапоники. Ее идея – акваинкубатор. Он позволяет выращивать рыбу и овощи одновременно, причем с минимальными затратами. Девушка уже все рассчитала и точно знает, сколько денег нужно и где их взять. Потребуется 490 тысяч рублей. Можно сделать попытку на получение гранта на поддержку малого и среднего бизнеса или привлечь средства из фонда поддержки предпринимательства по 10% годовых. Модель фермы выглядит так. Над аквариумом с рыбой установлен контейнер с растениями. К их корням поступает вода из аквариума. Почва удобряется продуктами жизнедеятельности рыб. Проходя через почву, вода очищается и возвращается обратно в аквариум. Получается замкнутый цикл. Установка много места не займет. По расчетам автора идеи требуется помещение площадью 45 квадратных метров. То есть такую мини-ферму легко можно смонтировать и в Заречном. Свой проект Маргарита представила на конкурс «Я предприниматель» и заняла второе место. Идею студентки одобрили и в Пензе. Мы рискнули. Мы решили уже покорить регион, Пензенскую область. И стали участниками сначала заочного, потом очного этапа областной выставки научно-технического творчества молодежи «Прогресс». В номинации «Лучший молодежный инвестиционный проект». И риск оказался оправданным. Зареченский проект занял почетное третье место. Добиться успеха девушке помогли педагоги. Именно они и заметили способности и раскрыли ее потенциал. Это уже традиция в нашем институте. Я ежегодно готовлю студентов на участие в научно-практических конференциях. Не только внутри предприятия ЗТИ, но и на областные и на всероссийские конкурсы. Теперь Маргарита собирается представить свой проект на уровне Приволжского федерального округа на конкурсе молодежных инновационных проектов. А в июле девушка отправится на Всероссийский молодежный форум «Селигер». Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». На нашем канале стартует новый телевизионный проект – программа «Православный Заречный». Она будет посвящена традициям и духовным ценностям православной культуры. Передача адресована не только верующим, но и тем, кто интересуется религией. Проект не ограничивается строго религиозной тематикой. Это и разговор о вечных, общечеловеческих ценностях. Программа будет выходить дважды в неделю. Смотрите «Православный Заречный» в пятницу в 20.45 и в субботу в 11.55. Первый выпуск программы уже сегодня. По просьбам наших прихожан, по просьбам жителей города Заречного, мы начинаем цикл новых передач «Православный Заречный». В этих передачах пойдет речь о жизни нашей церковной общины, самое главное – о таинстве Церкви Христовой, о строительстве храме, который будет в нашем городе. И самое главное – хотелось бы рассказать людям о истине Церкви Православной, о ее жизни, о ее духовных началах. Через пару минут в нашей студии появится, пожалуй, самый необычный гость прямого эфира – настоящий лось. А пока – реклама. Продолжение следует... в проекте со студией «Пространные танцы». Предпродажа билетов открыта в школе «Пространные танцы» СКК «Союз». Заказ билетов по телефону 754467-7282-00. У меня идеальная работа. Работай, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. ТАКСИ «ГОСТ» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график, работа без рации, телефон 656565. Мечта, а не работа. В торговом центре «Дары осени» для вас всегда отличное фермерское мясо. Огромный выбор яиц и деревенского мяса птицы. Многообразие продукции Васильевской птицефабрики. Конфеты, кондитерские изделия для самого взыскательного покупателя. Только свежий хлеб, выпечка и широкий ассортимент бокалейных молочных и кисломолочных товаров. Бескрайние просторы видов сыра и колбасной продукции приятно удивят любого взыскательного покупателя. Мы ждем вас. Улица Конституции, 27А. Торговый центр «Дары осени». Быть ли в Заречном храму, зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром. Ну и как я и обещала, на мои вопросы сегодня отвечает самый необычный гость прямого эфира – Лось. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы встречаемся с вами в преддверии праздника, который в Заречном входит уже в традицию – День Лося. Для чего вы проводите этот праздник? В этом году мы отмечаем праздник уже во второй раз. Организован он и проводится по инициативе специалистов Управления природными ресурсами. Экологов не может не интересовать проблема, вернее, не беспокоить проблема, которая достаточно остро встает в нашем городе. Одна из них – совместное проживание человека и дикого животного лося на общей территории. А можно задать вопрос, как вам живется на одной общей территории вместе с людьми? Пожалуй, комфортно. Нынешняя зима прошла удачно, успешно. Нам хватило корма, хватило соли лизунца. А теперь уже впереди весна. Как бы вам хотелось, чтобы люди относились к вам? Бывает ли так, что, скажем, человек провоцирует какую-то агрессию, с которой может лось на него наброситься или каким-то образом обидеть? Скорее всего, так и случается. Несмотря на то, что лось имеет очень большие размеры, на самом деле он пуглив. Лось хорошо слышит, у него хороший нюх, но зрение слабое. И внезапное появление человека на его пути приводит к стрессовой ситуации. Лось пугается, метнется в сторону. Получается, что он напал на человека. На самом деле это не так. Если лось, допустим, услышит сигнал автомобиля, он тоже может испугаться? В большинстве случаев да. Хотя в риск и соседство людей привычают людей не бояться этих сигналов. Поэтому, наверное, стоит обратиться к автовладельцам, которые любят, увидев лоси на городской улице, посигналить ему и уехать. А лось-то остается там, где ходят люди. И потенциально он может представлять опасность от испуга? Конечно, конечно. Поступил звуковой раздражитель. Мало ли кто может оказаться на дороге. Ребенок, старик, женщина, лось бежит, не разбирая пути. Наверное, есть что-то, что у вас, скажем, огорчает в соседстве с людьми? Чего вам недостает, скажем, в нашем городе и в лесу, в вашем постоянном месте обитания? Пожалуй, одна из главных проблем – загрязнение лесных массивов. Недобросовестные люди вывозят в лес отходы, которые надо бы вывезти на свалку. Грязь, мусор – все это вредит окружающей природе, вредит лосям, вредит живому миру. Поэтому, может быть, и выводят лоси в город, где почище. Ведь вы-то отходы собираете селективно. Таких красивых банок наставили, отходы в них складываете. Чистота и порядок. Вот бы так у нас и в лесу. Что могут сделать еще люди в ближайшее время для того, чтобы в лесу стало почище? Ну, я думаю, самая близкая возможность – это субботник. Нам видно, что на субботнике люди выходят не по принуждению, а идут радостно, большими коллективами, быстро делают свою работу, оставляя после себя очищенную территорию. И это, конечно же, радует нас, лосей городского сообщества. Приятно, когда вокруг тебя чисто и порядок. Приятно, когда жители города живут в чистом городе. Сколько лосей сейчас живет на территории Заречного? Ну, вот на сегодняшнюю зиму у нас осталось восемь особей. Я, две самки и несколько детенышей. А весной ожидаем появления молотника. И давайте, пока остается у нас еще немного времени, давайте еще раз напомним, где, когда и для кого состоится праздник День лося. 7 апреля в 11 часов на плотине зоны отдыха Ресная мы ждем детей и взрослых на праздник День лося. На этом празднике мы с вами поговорим о правилах поведения при встрече с диким животным, о селективном методе сбора отходов, поиграем в веселые игры и, конечно же, получим сладкие призы и подарки. Ну, что ж, я думаю, что все гости праздника смогут встретиться, сфотографироваться с вами, потрогать и погладить. Конечно, конечно. Ну, что ж, я благодарю вас, желаю вам благополучного проживания на территории нашего города, вам и всем лесным обитателям. Спасибо. И на этом наш выпуск завершается. Я благодарю вас за внимание, желаю вам приятных выходных и до встречи на родном канале «Заречный». Хороших новостей. Одежда ведущей предоставлена магазином «Сержинетти», улица Ленина, 58А, рядом с кафе «Улик». Качественные пластиковые окна, надежные стальные двери, модные натяжные потолки, высокотехнологичные кондиционеры, вертикальные и горизонтальные жалюзи. С компанией «Рэмстрой». Курс валют в банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка – 31 рубль 18 копеек. Продажа – 32 рубля 8 копеек. Евро. Покупка – 40 рублей 43 копейки. Продажа – 41 рубль 33 копейки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова